Пришло время, друзья, показать вам силовую тренировку на ноги. Естественно, после общей разминки и разминки коленей я перехожу уже непосредственно к проработке поясницы. Всегда перед приседами делаю экстензии спины. Обратите внимание на особое выполнение. Делаю три скручивания, затем делаю три наклона. И так 4-5 подходов. Обязательно делать скручивания, потому что это совершенно другой вид нагрузки. Вы почувствуете разницу, потому что сразу же почувствуете, как растягиваются поясничные мышцы. При обычных экстензиях вы этого не почувствуете. Так что после экстензии можно переходить уже непосредственно к приседаниям. Здесь вы видите уже мой третий разминочный подходик. Я разминаюсь, плавно подхожу к рабочим весам. Работать буду на 5-2 повторения. Поэтому вес будет постепенно подниматься. И естественно мы будем подготавливаться к работе. Когда я тренируюсь на силу, стараюсь все-таки садиться поглубже. Хочется, конечно, потешить свое эго. Поприседать с более тяжелыми, большими весами. Всегда это кажется, что действует на людей. Но поверьте, друзья, всем в принципе по большому счету все равно. С каким весом вы приседаете. Поэтому не обманывайте, а правильнее говорить, не обкрадывайте себя. Приседайте с таким весом, с которым вы можете работать. На 2-5 повторений. Повторяю. Извините за тавтологию. И вот первый по-настоящему рабочий подходик. И как мы видим, да, друзья, не доседаю я. Не нужно критиковать. Поэтому немножечко убавил вес. И стараюсь садиться поглубже. Нет, здесь я вес еще не убавил. И поэтому не доседаю. Просто с другого ракурса. Но здесь вот уже вес поменьше. И я снова сажусь достаточно глубоко. Глубоко настолько, насколько мне комфортно. Обязательно, друзья, глубокие приседания делайте только в штангетках. Не подкладывайте ничего под пятки. Это опасно. Только штангетки. Они помогут вам технически грамотно приседать. И при глубоком приседе, по-настоящему глубоком, не переживайте, что ваши коленки выходят за носки. Поверьте, это и есть грамотная, правильная техника. Только так, а не иначе. Как вы видите, после разминочных подходов, я сделал 5 рабочих подходиков. На 5 повторений. Делал на 2 повторения, но с большим весом. Но, как вы видите, не доседал. Лучше так не делать. Техника превыше всего. Для чего все это нужно? Нужно это все для того, чтобы затем, когда мы будем работать с вами уже над гипертрофией, над массой, работать с большими весами. Поэтому в моем переодиционном цикле всегда присутствуют тренировки и чисто на увеличение силы. После приседаний очень хорошо поработать над голенью. Так как приседал, я в эти дни, когда приседаю, работаю в станке сидя. Уже не хочется ничего вешать себе на плечи. И поэтому такой, можно сказать, облегченный вариант. Не забывайте про особую технику для подъемов на голени. Нужно давить как будто носками, именно большими пальцами. И при опускании опускаем низко, а поднимаем двумя движениями. До параллели пятки и чуть выше. Так вы будете работать с меньшим весом, но более качественно. И чувствовать голень вашу будете гораздо по-другому. После голени, я, как всегда, в конце тренировки делаю гиперэкстензии. Да, вот это станок для гиперэкстензий. Не нужно переводить с английского. Когда ноги закреплены, это экстензии спины. Когда закреплен корпус, это гиперэкстензии. Не забывайте, что это единственное упражнение, которое действует декомпрессионно. Все остальное действует компрессионно. Поэтому после тренировки, любой тренировки, я рекомендую заканчивать ее гиперэкстензиями. Работайте также в периодизации с различным числом повторений, чередуя веса тоже от тренировки к тренировке. И будет вам счастье. Также необходимо будет сделать гимнастику. Более подробное видео статьи о том, как делать гимнастику грамотно, вы найдете в ранних моих видео. И я подготовлю скоро очередное видео, где будет снова говориться о безопасности, профилактике и лечении наших позвоночников. Потому что лучше, друзья, поверьте, предотвратить. Профилактика всегда лучше, чем лечение. И не забывайте, что травма может выбить вас из тренинга практически навсегда. Мало людей, которые находят в себе силы, потом и желание, после проблем с позвоночником, вернуться в тренажерный зал. Я думаю, среди ваших знакомых очень много таких людей. Поэтому всегда, всегда начало тренинга – это экстензии спины, конец тренинга – это гиперэкстензии и гимнастика, которую вы видите сейчас на своих экранах. Это поможет и вам, и вашим детям, и вашим родственникам никогда не испытывать проблем с позвоночником. А если у вас есть уже какие-то проблемы, боли в пояснице, в ягодице, делайте эти упражнения, эту гимнастику. Не важно, чем вызвана причина, вы будете испытывать облегчение. Очень быстро и качественно работает эта программа. Проверена уже на тысячах людей. Вы это можете видеть в комментариях под моими статьями на сайте и видеороликах. Всем удачи! Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры сделал DimaTorzok